На борьбу с автохламом. Зимой и летом в управление благоустройства городской администрации поступают десятки сообщений о брошенных во дворах машинах. Этот некогда белый седан без госномеров появился на улице Жарова прямо напротив детской площадки больше месяца назад. С тех пор никуда не отъезжал. Хозяин брошенного авто тоже ни разу не появлялся. А однажды иномарка загорелась. Был ли это умышленный поджог или случайность, жители соседних домов разбираться не стали. потребовали, чтобы опасный автомобиль убрали с глаз долой. Жалобу на бесхозный автомобиль направляют в письменном виде в адрес управления благоустройства. Эвакуация машины – это уже финал истории. Ему предшествует долгая работа. Сперва специалисты проверяют, действительно ли авто бесхозное. Затем пытаются найти хозяина или хотя бы сообщить ему о том, что транспортное средство необходимо убрать. Размещаем информационные сообщения в рабочем крае и на сайте администрации города Иваново. Когда составляется акт осмотра транспортного средства, то наклеивается на лобовое стекло требование, чтобы в течение троих суток владелец этого транспортного средства убрал его на место стоянки, которая предназначена или же его утилизировал. Если в течение недели владелец не объявился и не выполнил требования, за дело принимается эвакуатор. Машину помещают на специализированную стоянку. Бывает, что владелец техники все же объявляется после эвакуации, но получить обратно движимое имущество непросто. Если владелец объявляется, то он должен покрыть расходы, связанные с транспортировкой, то есть эвакуацией и хранением. Только после этого ему транспортное средство возвращается. С тех пор, как машину поместили на спецстоянку, у владельца есть семь суток на то, чтобы предъявить права на нее. Потом машину могут утилизировать и доказывать, что-то будет уже бесполезно. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.